Саляму алейкум, варахматуллахи ва баракату. У меня тема гораздо менее интересная, нежели про желудок. Тем более про вразу. Но все-таки, раз уж заявились, я, иншаллах, расскажу. Тема у меня заявлена сегодня – портфель акций. Как обеспечить себя дивидендами и желательно навсегда. Во время фейс-то-фейс я пообщался с многими из вас и понял, что многие не понимают правильно этот рынок, как работать, как функционировать, и как можно излечь из него для себя пользу. Большинство из вас меня уже знают. Я независимый финансовый советник. Инвестирую на фондовом рынке уже 14 лет. И 2010 года я отучился на консультанта и помогаю людям, семьям создавать семейный капитал на фондовом рынке и чтобы они были финансово-независимы. Итак, сегодня тема финансово-независимость – инструменты, дивиденды и инвестиции. Что же такое инвестиции? Наверное, каждый из нас по-своему понимает это слово. Есть у кого-нибудь какой-нибудь вариант? Кто-нибудь? Недвижимость? Вложение? Доход, который не требует, может быть. Просто инвестиции. Вот даже если вы посмотрите в словарь экономический, найдете какое-то понятие. В вашем представлении что это может быть? Да, что такое инвестиции? Вложение денег с целью извлечения прибыли. Связанное с рисками. Связанное с рисками. Ну, то есть получается, вот учебник есть для того, чтобы заваливать студентов в вузах. Уильям Шарп написал, такая толстая. У него там написано, инвестиции – это вложение денег сегодня, чтобы получить большую сумму в будущем, например, завтра, послезавтра. Но по идее это определение, под это определение может подходить и покупка лотерейного билета. Правильно? Сегодня покупаю лотерей по 50 рублей, хочу получить миллион долларов. Не очень. Инвестиции ли это? Да, вопрос. Поэтому. Вложение денег после проведения анализа. Вот, вот, вот. Уже теплее. Уже теплее. Другой, очень грамотный товарищ, Бенджамин Грэм, учитель Уоррена Баффета, а Уоррен Баффета, надеюсь, все знаете, чемпион мира по инвестициям, он определил инвестиции как вложение денег после тщательного анализа, которое предполагает сохранность вашего капитала и удовлетворительный доход. Вот так он определил. Но, по сути дела, если копнуть еще глубже, то, в принципе, инвестиции – это вложение в бизнес. Вся наша экономика, все, что мы вокруг с вами видим – это бизнесы, которые нас окружают. Согласитесь? Представьте какой-нибудь один из своих обычных дней. Мы встаем, идем в туалет, открываем воду, за воду мы платим. Вода поставляется нам каким-то бизнесом, правильно? Включаем свет, свет поставляется нам каким-то бизнесом. Ставим чайник на газ, подогреть, Газпром – это бизнес. То есть вокруг нас одни бизнесы, согласны? Шлаверный, правильно? И непрерывной рекой наши деньги в виде расходов текут в эти бизнесы. Позволю себе шутку про Усейна Болта, где-то вычислил, не помню уже где. Он за последние три Олимпийские игры завоевал 9 золотых медалей. Он провел на дорожке менее двух минут. Ну, если точно, 115 секунд он бежал. И заработал 119 миллионов долларов. То есть, получается, более одного миллиона он заработал за одну секунду более миллиона долларов. Но, чтобы достичь такого результата, он тренировался более 20 лет. Вот что такое инвестиции. Поэтому, когда речь идет об инвестициях, это всегда какой-то срок. Мы должны это понимать. Ну, естественно, и риск, как Рамиль брат нам сказал, мы не имеем права, в первую очередь, по шариату, инвестировать без риска. Например, банковский депозит. Для чего инвестируют в бизнес? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, у кого есть, практически у нас у всех есть бизнесы, для чего мы инвестируем в бизнес? Для получения дохода. Чтобы сохранить деньги. Чтобы сохранить деньги. Увеличить доход. А если вот так вот глобально посмотреть, категорийно. Есть же люди, которые, например, инвестируют, то есть создают бизнес для того, чтобы продать. Есть такие, да, ведь? Есть другая категория. Построить бизнес и получать дивиденды. Это вот то, о чем мы с вами начали говорить, да? Получать доход, кормить себя, свою семью, платить за ряд и так далее. Вот сегодня как раз больше у меня задача поговорить о дивидендах. Итак, мы можем, инвестируя в акции на фондовом рынке, а инвестируя в акции для вложения в бизнес, я надеюсь, что вы это понимаете, мы имеем право рассчитывать на два вида дохода. Это рост капитализации, то есть стоимости компании, в которую мы вложили деньги, и дивиденды, которые мы тоже имеем право получать периодически. Итак, что такое акция? Акция – это долевая ценная бумага, которая дает нам право участвовать в управлении этой компанией, получать часть прибыли, если прибыли есть. Ну и если что-то случится, например, компания прекращает свою деятельность, то имеем право на часть имущества этого предприятия при банкротстве, прямо будем говорить. Это самый доходный инструмент, который на сегодняшний день есть. К сожалению, это понятие, этот фондовый рынок в России очень недооценен. По статистике, менее 1% населения инвестирует в акции. В Европе и в США более 70% людей, семей, оказывается, имеют доли в других компаниях. Предприятия, большинство акций, большинство предприятий, которые торгуются на бирже, выплачивают дивиденды. Но и про диверсификацию сейчас вполне спокойно, не выходя за рамки российского законодательства, мы имеем право стать с вами совладельцами таких глобальных компаний, как Apple, Microsoft, Johnson & Johnson и очень-очень много названий, которые вы все знаете. Toyota, BMW, все, о чем я говорил, все, что нас окружает. Акции на фондовом рынке делятся на два вида. Обыкновенные и привилегированные. Они отличаются только тем, что обыкновенные дают право голоса, то есть право выбирать и принимать решения, а привилегированные не дают. Но владельцы привилегированных акций имеют преимущественное право получать дивиденды, в случае, например, банкротства. И они имеют гарантированное возмещение по дивидендам, по номиналу, например. Как раз, видимо, из-за этого и ученые запрещают нам покупать и владеть привилегированными акциями. Итак, стратегии, о которых я уже начал говорить. Например, стратегия роста, чтобы компания выросла и продать ее подороже. Есть компания дивиденды. То есть купил и сразу получаешь дивиденды. Это как, ну если сравнить, например, там есть корова мясная и есть корова дойная. Мясная для того, чтобы выросла, ее зарезать, получить мясо, а корову покупаешь дойную и сразу начинаешь ее доить и потреблять молоко. Для того, чтобы понять, какую стратегию выбрать, нам нужно понять наши параметры. Первые условия, например, есть деньги, нет времени. Это уже, например, состоявшиеся бизнесмены, ближе там уже 40-50 и так далее, и больше, плюс есть деньги, нет времени, грубо говоря, уже накопить. Тогда этот человек инвестирует, возможно, продает какой-то актив, либо достает из тумбочки, покупает акции и сразу начинает получать дивиденды. На фондовом рынке предприятия платят дивиденды некоторые раз в месяц, некоторые раз в квартал, некоторые раз в полгода, некоторые раз в год. Это зависит от предприятия и решения совета директоров. Второй вариант. Нет денег, грубо говоря, но есть время. Молодые люди, они только-только начинают инвестировать в бизнес, получают свои первые доходы, либо устроились на какую-то работу и получают какие-то свои деньги. Они могут потихонечку, не спеша, небольшими деньгами создать себе капитал, потому что у них есть время. Главное, чтобы не было вот такой ситуации, нет денег и нет времени, да, которые уже ничего невозможно будет сделать. Все эти названия, скорее всего, вам знакомы. Это те компании, которые у нас на слуху, те, которые поставляют нам те или иные товары или услуги. Так вот, могу сказать, что вы каждый можете стать совладельцем этих компаний. Можно заставить работать эти все компании 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Независимо от того, чем вы занимаетесь. Это же здорово, правда? Дивидендная стратегия в Российской Федерации, могу сказать, что дивидендная доходность по нашим с вами российским компаниям находится в диапазоне 5-15%. Можно получать стабильных дивидендов годовых. Может быть, кто-то уже инвестирует, кто-то получает дивиденды. Ага. Маловато. Ну, например, вот, распределительные сети 14,3%, МГТС, российская компания 12%, Мосэнерго 9,45%, Таттелеком наш, Татарстанский, 8,68%. Это последние данные по уже выплаченным дивидендам. Акции зарубежных предприятий платят тоже неплохие дивиденды, естественно, в долларах, но здесь я бы мог сказать, что гораздо больше история выплаты этих дивидендов. И они стабильнее. В абсолютных цифрах, наверное, меньше. Это примерно 3-7% диапазон, но в долларах. То есть, можно защититься от девальвации, например, или курсовой девальвации рубля к основным валютам. И что это за цифры? Вот я 10+, 25+, 50+, поставил. Есть компании, которые на международном рынке, которые 10 лет и больше из года в год только увеличивают дивиденды. Ни разу не понижая их уровень. Есть компании, которые 25 лет, их 99 штук на сегодняшний день. Есть компании, которые 25 лет и больше из года в год только увеличивают дивиденды. Их вот 64 компании. И есть компании, которые более 50 лет из года в год только увеличивают дивиденды, несмотря ни на какие кризисы. Их меньше 25 компаний. В их число входит компания Coca-Cola. Вот ее тикер. Она платит 1 доллар 60 центов на одну акцию. Это в годовом исчислении 3,2. И вот 56 лет подряд она уже только увеличивает дивиденды. Coca-Cola мы все знаем. Кто, чего нельзя пить. Уровень выплат это 77% от чистой прибыли, она распределяется среди своих акционеров. Понятно, да? Если есть вопросы, сразу задавайте, пожалуйста. Стоит ли вкладывать деньги в компанию, которую нельзя пить? Это каждый сам для себя решает. Я просто решил обручить. В последнее время в России у них спад идет очень серьезно. Ну, наверное, но акции растут. Потому что компания глобальная и диверсификация бешеная. И, скорее всего, где-то рынки растут, в России, может быть, меньше пьют. Просто для примера показываю компанию AT&T. Это американская МТС, грубо говоря. Телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги связи, интернет и так далее. Вот она платит 2 доллара 4 цента на одну акцию. Это в годовом выражении 6,35 годовых. 58% от чистой прибыли она делится с нами. И 34 года уже как из года в год только увеличивает дивиденды. Понятно, да? Фонды недвижимости – очень интересная форма инвестиций, которая предполагает, что мы доверяем деньги управляющей компании. Она на эти деньги покупает недвижимость. В зависимости от стратегии, то ли это нежилая, то денежская или коммерческая недвижимость, склады, возможно. И таким образом сдает в аренду помещение и делится с нами этим арендными плодежами. В принципе, это то, чем много кто из нас занимается. У меня у самого есть коммерческая недвижимость, я сдаю в аренду. Но могу сказать, что очень непросто получать 8% в долларах, сдавая коммерческую площадь в аренду. Эта компания 26 лет подряд только увеличивает дивиденды. Из года в год. Только увеличивает. А? Вопрос был, да? Нет? Ну и мой любимый пример, опять Татнефть, я уже ее эксплуатирую и показываю на ее примере вам. Это пример, не рекомендация. Просто мне легче с ней работать. И более понятно для вас, потому что наша республиканская компания, бюджет образующих предприятий. У меня были слайды на предыдущих выступлениях. Я чуть-чуть поменял условия. Сделал более серьезные инвестиции. То есть не 1000 рублей, а 10 000 рублей в месяц. Но сделал, что мы инвестируем раз в год. Например, представим, что мы начинаем в 2001 году, когда акция начала торговаться на бирже. Мы инвестируем 10 000 рублей в месяц, но делаем это один раз в год. То есть 120 рублей накопили в тумбочке, пошли купили акции раз в год. Понятны условия задачки? Таким образом, ну, 22 года мы бы инвестировали с вами 2 640 000 рублей. Это чистая математика. За это все время мы бы купили 53 380 акций. Это тоже математика. Но условие задачки такая, в прошлом примере не было этого. Мы все дивиденды, которые получали, мы не тратили, а обратно покупали на эти дивиденды акции новые. В итоге раз в год получили дивиденды, добавили свои 120 и еще и вот так вот покупали. В итоге имеем стоимость на сегодня этого пакета 38 113 000 рублей. Это рост с 14 копейками раз. Дивиденды на аукцию компания в 2017 году заплатила 70 рублей 21 копейку. Получилось, что мы получили бы дивиденды за 2017 год 3 747 000 рублей. Обратите внимание, это почти в полтора раза больше, чем то, что мы вложили с вами. Следующие дивиденды по прогнозам за 2018 год, вот сейчас как раз дивидендная пора, собрание акционеров проходит, ожидается, что 83 рубля будет 70 копеек на одну акцию. Это получается, что инвестор имеет право рассчитывать почти на 4,5 миллиона только в виде дивидендов. И это что акции, да, 53 там с лишним тысячи акций, что дивиденды, естественно, абсолютно ликвидные средства. Вы можете нажать на кнопку продать, и вместо акции вот у вас будут деньги. В отличие от других активов, которые мы там планируем и инвестируем в них, бизнес, недвижимость, которые не имеют такой ликвидности. То есть я хочу сказать, что у каждого инструмента есть свои плюсы и минусы, естественно. По этой задачке есть вопросы? Брат, это я же не придумал, это все уже есть в открытом доступе. Зайдите на сайт Татнефти, посмотрите котировки. Я просто заморочился, сел и посчитал. Вот и все. Это не алхимия. Надо объяснить, что через 22 года это будет. Можно? Да. Хорошо, если вы считаете задним числом, да? Возьмите компанию «Газпром». Она не менее крутая. По ней вы увидите обратную винацию. Смотрите, я в самом начале сказал, что это пример, это не рекомендация. Сейчас я дальше скажу еще по поводу «Газпрома». Если бы вы даже начали инвестировать в 2001 году в «Газпром», было бы, возможно, не так красиво, но было бы неплохо. Я даже могу сказать, что если бы вы раньше начали инвестировать в компанию «Генерал Электрик», у которой сейчас очень плохо дела обстоят, и курс акса обвалился, но с учетом реинвестирования дивидендов вы были бы в хорошем плюсе. Понимаете? И это, естественно, не речь о том, что вкладывать деньги в одну лишь компанию. Компании – тысячи на фондовом рынке. Выберите себе те компании, которые, ну, я не знаю, лидеры отрасли. Понимаете, примерно, если вы составите портфель из 15-16-20 акций, вероятность того, что у вас будет паршивая овца, она сократится в разы. И если даже обанкротится вообще в ноль какая-то из них, то вы не сильно почувствуете, потому что остальные вытянут весь ваш пакет акций. Ответил? Еще есть вопросы? А что с налогами? Вы знаете, дивиденды, я вам скажу, что… Налоги. Налоги очень все просто. У нас в России 13%. Как на прибыль, так и на дивиденды. Но хочу сказать, что очень интересная тема. Пока вы вот этот вот пакет не продадите, вы не будете платить налогов. То есть получается, что вы пользуетесь государственными деньгами и зарабатываете на них дивиденды. Пока вы не продадите эти акции, вы налогов не заплатите. А если вы их передадите по наследству, то и ваши дети, возможно, не будут платить налоги, пока не продадут. В этом весь смысл, понимаете? А дивиденды вам поступают уже очищенными от налогов полностью. То есть брокер, посредник на фондном рынке, получив дивиденды, он сразу 13% убирает, перечисляет их в бюджет, за вас подает декларацию, и вам уже ничего не надо. Вам законные, получаете вы законные дивиденды, уже полностью готовые к употреблению. Вы либо их выводите и тратите, либо заново покупаете новые акции. Да. То есть вот эта сумма минус 13% для полной ясности? Да. Нет, нет, это я посчитал без учета налогов. 13% надо убрать, здесь хорошее замечание. Но даже минус 13%, ну кто откажется? Минус 40000. Ну, да. Но это после 22 лет. Не после 22 лет. Это за год. Нет, ну после 17 лет. После 17 лет воздержания. Мы вложили туда 2 и воздержали 17 лет. То есть, это мы получили. Да, и вы получили 38 миллионов. Плюс ежегодно 3-4 миллиона вам поступает в виде дивидендов. Раньше очень популярный пример это был на основе пенсионного фонда. Пенсионных вложений и там подобных. Наверное, но пенсионный фонд он прогнозирует, а это уже факты, которые произошли. Нет, но я считаю, что ту сумму, которую мы вкладываем в пенсионный фонд, мы могли бы положить тоже куда-то там вот так вот инвестируют. Нет, пенсионный фонд государственный, это уже как бы, ну, понятно, что они не будут платить пенсию. Самим сформировать пенсию можно. И это делают в разных странах везде. Я же говорю, что в Европе, в Америке 70% людей и больше инвестируют на фонд убранник. Они сами себе создают пенсию. Марш, что касается рисков, я думаю, что не факт, что такая же ситуация произойдет в ближайшие 17 лет. Абсолютно не факт. Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Но следующие 22 года, иншаллах, пройдут, и просто вопрос, кто-то это сделает, кто-то не сделает. Вы же инвестируете в свой бизнес, правильно? В один единственный, например, кто-то. Все деньги вкладывают, многие теряют и считают, что это нормально. А в такие глобальные компании, как даже пусть не очень глобально, но это отнефть, даже в эту компанию мало кто инвестирует, к сожалению. Вот по поводу, мне как-то после бизнес-завтрака, тоже я разговаривал про фондовый рынок, мне сказали, вот ты взял самый хороший пример отнефть. Нет, не самый хороший пример. Есть примеры как хуже, так и лучше. Вот Газпром, наверное, чуть похуже будет, хотя не факт, надо посмотреть по дивидендам. Есть компании, которые больше растут, есть которые меньше растут, и это еще зависит от периода, который мы выберем, правильно? Поэтому я ни в коем случае не выбирал самый хороший вариант, не хочу вас этим вариантом просто как бы ввести в заблуждение. Это средний вариант. Я еще не взял такие компании, как Apple, Microsoft и так далее. Это будет гораздо лучший результат. Поэтому просто для того, чтобы было понятнее. Наша компания, отнефть, вот ее заправки, вот там, я не знаю, знакомые работают, родственники работают. Только для этого, поймите меня правильно. И как я уже сказал, у вас всего лишь три варианта дальше. Что с этим делать? Либо ничего не делать дальше, либо разобраться самому. Это можно сделать, просто нужно время, терпение, посмотреть в интернете, как все это делается, ну, либо обратиться к профессионалу, найти советника, чтобы он вам помог. Так что, если у вас будут вопросы, у меня на этом все. Пишите, звоните, буду рад ответить на любые вопросы, которые смогу ответить. И искренне хочу вас как бы попросить, обратить внимание. Очень, очень хорошая штука. Вопрос можно? Да. Сейчас как бы набираются популярные, кстати, эти роботы, которые на рынке, видимо, это валютно. Есть ли какие-то роботы, какие-то комментарии можете дать, стоят, не стоят? Ко мне, у меня часто задают этот вопрос по поводу роботов. Я к ним отношусь негативно. Скажу только почему. Потому что, ну, допустим, просто возьмем самого крутого инвестора в мире, Уоррена Баффета. Он не использует роботы. И он собрал себе капитал почти 90 миллиардов долларов без роботов. Если бы это работало, наверное, он бы это сделал. Второй момент. Если бы я, вам же робота предлагают купить. Если бы я придумал робота, который якобы делает 10-30% в месяц, неужели я бы кому-нибудь об этом рассказал? Ну, реально, я бы никому не рассказал. Я бы закрылся и спокойно бы делал себе 10-30% в месяц. Поймите, когда людям обещают большие доходности, почему-то люди не могут подумать о том, откуда они возьмут эту доходность. Экономика, бизнес не растет с такими темпами. А тех, у кого нет возраста. Вот, вот правильный ответ. У кого из вас, братья, у кого из вас бизнес растет на 10-30% в месяц? Как? У кого? Нет такого бизнеса, если только это, я не знаю, ни наркотики, ни оружие и так далее. Нормальный бизнес растет в среднем на ту цифру, на которую растет фондовый рынок. А это и есть бизнес. Вот растет бизнес от нефти на 30-40% в год. Вот, пожалуйста, у кого-то Газпром на свою величину растет, Apple на свою величину растет. Я к этому отношусь негативно. Да, возможно, на какой-то месяц он заработает. Но не факт, что он сольет. И это еще вопрос, дозволено ли это нам? Что они там покупают? Какой актив? Реально ли он существует? Потому что они в основном торгуют валютными парами, даже не валютой. То есть просто соотношением разных валют. Понимаете? А нам соотношение валют можно продавать? Доллары, евро? Я поверхностно узнавал, что парами торговать нельзя. Можно реально валютой торговать? То есть то, что собственность может получить. А что такое валютная пара? Это соотношение доллара и евро. Это количественный показатель. Такого товара не существует в природе? Одно дело, мы покупаем за рубли и доллары, или евро, или наоборот. Это дозволено. Это понятно. А валютная пара? Ну что это такое валютная пара? На баланс не поставишь, не потрогаешь, я не знаю, нереальный товар. Не существует в природе. Так же, как и контракты на разницу, есть брокеры, которые предлагают торговать контрактами на разницу. Тоже это товар, которого не существует в природе. Еще есть вопросы? Всем спасибо большое. Дозакалахарин. Ассаляму алейкум. Варахматуллах. Спасибо за брокату. Спасибо.